Я вас хочу поздравить с понедельником. Луна сегодня с вечером, и это все было благоприятно для знаний. И так получилось, что сегодня луна как раз в таком градусе, который очень благоприятно для изучения как раз астрологии. И так, сегодня мы с вами поговорим о том, что должна знать женщина об этой прекрасной науке, потому что очень у многих людей не всегда верное представление, что такое астрология, для чего она нужна. Почему, кажется, зачем женщинам вообще нужна астрология? В древние ведические времена в основном астрологами были мужчины, был профессиональный астролог, который… Это был как врач участковый, который вел так же семьи, как сейчас ведет в хорошем случае врач. Но, тем не менее, женщина, она очень чувствительна к ритмам, к ритмам природы. И поэтому неудивительно, что очень многие женщины очень увлекаются астрологией, потому что для них это очень естественная наука. Конечно же, роль астролога, профессионального астролога, она очень велика была в обществе. И я считаю, что это хорошая идея, если вернется эта культура, когда астролог, так же как врач, помогает людям и помогает вести не только отдельных людей, помогает вести целые семьи. Потому что астролог, он помогает определить для человека его предназначение, он помогает определить, что для него благоприятно, что неблагоприятно. Он помогает, когда люди хотят пожениться, он может помочь избежать очень многих трагедий. Он может помочь выбрать правильный день какого-то важного дела, операции, свадьбы, важной поездки. Потому что астрология на санскрите называется джотиш. Ведическая астрология на санскрите называется джотиш. И в переводе это обозначает глаз. Ой, простите, не глаз, а свет. А астрология называет глазом вед. То есть кто-то из вас хотел бы без глаз жить? Поднимите руку. Нету таких, правильно. Поэтому люди раньше прекрасно понимали, что без глаз жить очень тяжело. Астрология — это не что иное, просто как глаза дополнительные. Просто обычный человек часто, может быть, не слишком видит, что за материальным миром стоит тонкий мир. А астролог при помощи своих знаний, он видит влияние вот этих вот тонких вещей, видит влияние кармы на судьбу. Заходите, заходите, заходите. Сегодня можно женщинам заходить. И астролог таким образом помогал просто осветить дорогу, чтобы человек не споткнулся, не заблудился. А в этом была его роль. Я уже не говорю, насколько велика роль астролога, например, когда он рассчитывает хорошие дни для зачатия, то есть чтобы пришла новая душа, он рассчитывает правильный день. На самом деле, если мы хотим быть удачливыми во всех наших начинаниях, то есть одно простое правило. Надо связать наши дела с тем, кто никогда не проигрывает, с той Личностью, которая всегда удачлива. И эта Личность — это Бог. И поэтому астролог, он просто учитывает волю Бога. Если Бог сказал, вот сейчас это хороший момент, значит, всё, что начинается в этот момент, оно будет благоприятным. Если, допустим, Бог сейчас не хочет, чтобы что-то произошло, то лучше послушаться и не делать этого. Поэтому определённая мудрость человека заключается в том, чтобы он чувствовал волю Бога и шёл по своему пути, строго следуя указаниям свыше. И роль астролога как раз подсказать, куда идти, где свернуть и так далее. Но профессиональный астролог — это действительно на самом деле не так часто встречается. Это довольно редкий дар. То есть человек должен очень много жизней заниматься астрологией, чтобы стать профессиональным астрологом. Но тем не менее любая женщина может и должна разбираться в каких-то элементарных вещах. Точно так же, как врач, он знает какие-то важные сферы, какие-то сложные вещи. Но любая женщина должна знать, как, допустим, сделать простейшую перевязку, как поставить клизму. Ну, к примеру, вот, как если болит животик, что сделать? То есть какие-то простые вещи, любая женщина, она должна уметь, элементарные вещи. То же самое касается астрологии. Насчёт медицины, я думаю, вы уже со мной согласились, что это, в принципе, в наших руках создать хорошую такую атмосферу здоровую в доме, чтобы болезни просто обходили его стороной. Но мало из вас, кто знает, что точно так же на бытовом уровне женщина вполне может и должна, это её дхарма, применять астрологию. Потому что женщина, она более чувствительна, чем мужчина. Мужчины поэтому очень часто скептично относятся к астрологии, потому что их психика не так чувствительна к ритмам. Они прислушиваются к священным писаниям, они прислушиваются к авторитетам, но они не всегда чувствуют ритмы природы так, как это чувствует женщина. Поэтому женщина в семье, она отвечает, её задача действовать в соответствии, так сказать, с ритмами планет. Но не каждая женщина знает, как составлять гороскоп, и не надо. Для этого можно идти к астрологу. Но есть такие знания, вот которые я сегодня хочу с вами поговорить о них, которые должна знать каждая женщина. И это поможет сделать жизнью семьи более приятной, более комфортной, более мирной и более эффективной. Это особенно актуально в наши дни, поскольку, я думаю, вы так же, как и я, наверное, много работаете. Здравствуйте. И вам, наверное, точно так же, как и мне, необходимо очень рассчитывать свои силы. И, конечно же, идеальный вариант, когда мы делаем в нужное время, в нужном месте оказываемся, да? То есть мы экономим силы, время и деньги. И это делает нашу жизнь более лёгкой и приятной. Итак, давайте поговорим, что должна знать женщина. Прежде всего, она должна знать основы лунной астрологии. Лунная астрология. Как вы догадались, что женщина очень связана с планетой Луной. То есть Луна вообще символизирует женщину. То есть Луна, она пребывает, убывает, она каждые три дня в новом знаке. Так же, как и женщина, у неё каждые три дня новое настроение. Бывает и чаще, да, семь пятниц на неделе говорят. Это же про женщину. То есть это естественная природа, не надо расстраиваться, не надо исправлять себя, но надо понимать, как под эти ритмы подстраиваться. Понимаете, что толку? Это всё равно, что волны, которые, естественно, они образуются океаном. Если мы эти волны будем силой придавливать и делать из них одну линию, это невозможно. Но мы можем лавировать на этих волнах. И что касается лунной астрологии, то любая женщина должна знать, какие фазы Луны существуют и что в каждой фазе нужно и благоприятно делать. Прежде всего, у нас есть две крупные фазы. Первая фаза — это от новолуния до полнолуния. И вторая фаза — это от полнолуния до новолуния. И также у нас есть две критические точки в течение этого времени. У нас есть точка новолуния и у нас есть точка полнолуния. Конечно же, также эти две фазы ещё делятся под фазы. Но сейчас мы с вами сейчас разберём всё-таки сначала эти две фазы. Итак, время от новолуния до полнолуния. Это считается благоприятное время для начинания любых позитивных дел, которые требуют роста. Что это значит? Это значит, что если вы задумали какие-то дела, связанные с материальным процветанием, связанные с каким-то приростом, улучшением, связанные с делами какого-то мирного, хорошего, позитивного характера, то это время наилучше. Допустим, вы женитесь, покупаете дом, устраиваетесь на новую работу. Ну, что-то приносится в жизнь новое, и то, что должно расти, то, что вы хотите, чтобы оно росло и развивалось. Допустим, вы при росте метр семьдесят весите сорок пять килограмм, и вы хотите поправиться, и вам назначили специальную диету, значит, для того, чтобы поправиться. Это лучше начинать эту диету именно от новолуния до полнолуния. То есть всё, что вы хотите прибавить. Покупайте красивые вещи, драгоценности именно в это время. Они принесут вам больше пользы. От полнолуния до новолуния, то есть когда луна убывает. Это время благоприятно для дел, которые требуют очищения, избавления от чего-либо, и дела, которые вы хотите с чем-то расстаться. Например, вы хотите выкинуть старую мебель, вы хотите уйти с работы, вы хотите почистить организм по панчакарме и так далее. Это очень благоприятное время избавляться от каких-то негативных привычек. От курения, от алкоголя, от зависимости. Есть какая-то зависимость, может быть, от какого-то другого человека, нездоровая. Это благоприятное время, потому что лунные ритмы способствуют, что человеку хочется очиститься, избавиться. Поэтому он может медитировать на очищение. Если вы хотите похудеть, хотя по канонам индийской красоты должно у женщины быть минимум три складки на животе. Поэтому почему вы так удивились? По русской красоте тоже? Если у вас три складки, то это не значит, что надо худеть на следующие полнолуния. Но если четыре или пять, то тогда можно задаться целью и немножко сбросить лишний вес. Любые программы, требующие избавления, очищения и так далее, благоприятны. И если какие-то действия связаны с какими-то негативными действиями, допустим, вам надо подать в суд, то можно это делать на… То есть вам же не хочется всё время, чтобы это росло. Вам хочется сделать и закончить всё. Да? То есть это делается с полнолуния до новолуния. Волосы подстригаются от новолуния до полнолуния, так же, как и ногти, если вы хотите, чтобы они хорошо росли. От новолуния до полнолуния. В первой фазе волосы не стригутся в новолуния, в четвёртый, в шестой, в девятый, в четырнадцатый и пятнадцатый, то есть полнолуния, лунный день. А ногти не стригутся в четвёртый, девятый, четырнадцатый, тоже пятнадцатый полнолуния, и ногти никогда не стригутся по пятницам и субботам. В пятницу и субботу вы в маникюр, педикюр не ходите. А волосы? Не можно, но ногти нельзя. Ещё раз. У мужчин где, в каком месте? Вы знаете, вам жалко денег? Не остричь. Ничего страшного. Нет, лучше, конечно, если вы, конечно, хотите... Сейчас обсуждение пойдёт. Вас всегда так бурно обсуждают, да? Всё. Давайте сделаем для обсуждения, потом мы оставим, у нас же там минут двадцать будет в конце. Хорошо? А то мне просто... Вы мне даёте сигналы, я же тоже женщина. У меня же ум реагирует, когда другие женщины говорят, мне же тоже интересно послушать. Как одна моя подружка, допустим, если мы разговариваем, а ей на минуточку куда-то выйдет, она говорит, пожалуйста, без меня ничего не говорите. Потому что она говорит, я ничего... И она возвращается, она говорит, я ничего не пропустила. Поэтому у меня просьба, пожалуйста, без меня ничего не обсуждать. Итак, значит, ногти и волосы стригутся на лучше всего, чтобы они хорошо росли, чтобы они были здоровы. Дело в том, что когда мы стрижём волосы и ногти, мы удаляем определённую электромагнитную энергию из организма. Если мы делаем это не в правильное время, то мы теряем очень много силы. Поэтому лучше стрижься в тот день. Иногда бывает, что человек стрижётся не в тот день, у него какие-то болезни хронические появляются. Это очень важно. Женщина же может регулировать. Она же своему мужу говорит, тебе уже пора подстричься, ты зарос как папуас. А когда едете, она сама знает. Так она должна выбирать правильно день. понедельник хороший день для стрижки. Ну, как правило, сегодня может хороший день. А вот четвёртый, шестой день, четвёртый, шестой, восьмой, девятый, четырнадцатый, не было. Нет, восьмой, по-моему, я не помню. Я проверю, не помню. Я восьмой день всегда осторожна, потому что это такой день для духовных практик. Я не помню, можно в него стричься или нет. Но то, что четвёртый, шестой, девятый и четырнадцатый нельзя, это точно. Я завтра уточню, я перепроверю в своих записях. Так, значит, теперь что касается двух важных точек новолуния и полнолуния. Это необычные две точки. Новолуния это день, который на санскрите называется Амавасия. Амавасия. И он, когда он наступает, то луны вообще на небе не видно, потому что в западной астрологии новолуния называется, когда маленький месяц появляется. Но в ведической астрологии Амавасия это когда вообще нет луны, то есть это 15-й лунный день. В западной астрологии этот будет как бы 30-й что ли, как-то он там называется, то есть конец. Но в ведической астрологии Амавасия именно новолуния технически называется именно день, когда полностью чёрное небо. Вот этот день очень особенный. И женщина должна знать, что в этот день никогда ничего не делается материального, никогда ничего не покупается, ни встречи не назначаются, какие-то важные события не делаются. Это день только для духовных практик. В этот день энергия течёт по позвоночнику строго вертикально. И этот день очень благоприятен именно только для медитативных практик, он очень интровертный. Единственное, для чего этот день очень благоприятен, это для поминовения своих ушедших уже предков. это очень благоприятно именно в этот день делать. Вообще поминовение предков это вообще особая тема, я, наверное, завтра о ней скажу, потому что очень многие люди, когда их родственники покидают этот мир, очень многие люди испытывают колоссальную такую боль и разочарование и чувствуют это более часто связано с тем, что как им кажется, они не отдали какой-то долг, они что-то для этих родственников не сделали, потом эти родственники им снятся и они там как-то терзаются, это очень многих людей такое происходит. Вот ведическая традиция, есть специальный ритуал, который как раз очень благоприятно делать именно на этой аммавасии. И я, наверное, завтра, если вы мне напомните, я обязательно расскажу об этом ритуале, то есть это ритуал, который помогает отдать все долги нашим близким, которые уже ушли и помочь им очиститься самим и помочь так сказать нескольким поколениям, потому что вот эти все родовые проклятия, родовые какие-то травмы, вот всё такое, эти этот ритуал ведический, он очень эффективный. И вот именно он делается вам авасью, то есть в это время наши родственники, ушедшие, предки, они очень нас в этот день слышат и чувствуют. В этот день очень благоприятно делать пожертвования, это идеальный день, месяц самый лучший день, если вы целый месяц сомневались, заначку прятали сами себя, отговаривали, терзались, но вам авасью обязательно сделайте пожертвование, хотя бы одну копейку, а ещё лучше десять. А в этот день что вы делаете вам авасью пожертвования, это многократно эффект от пожертвования усиливается, это очень благоприятно, очищается очень человек от негативной кармы. Есть такое священное писание Бхагавадгита, там вообще очень подробно описываются виды пожертвований, когда надо делать пожертвования, кому это целое искусство, я не помню, то ли в 17 главе, то ли в 16, в общем, там это описывается, если кому-то интересно, это кто хочет в Амаваси, и там как раз вот сказано, что в Амавасию или в Новолуния очень благоприятно делать пожертвования. Ещё я немножко позже буду ещё говорить об особенных днях, которые тоже, кстати, в Священных Писаниях говорится, но я сейчас хочу немножко рассказать о Полнолунии, а потом перейду к затмению. Полнолуния. Полнолуния — это тоже особенный день, в этот день тоже ничего такого особо материального лучше не делать. Этот день тоже очень хорош для духовных практик, но в отличие от Амавасии, он не интровертный, а он экстравертный. И этот день очень благоприятно делать совместные духовные практики, то есть групповые. То есть, допустим, собираться вместе мантры петь, читать какие-то священные тексты, лекции вместе слушать. То есть, этот день благоприятный именно для духовных практик, но больше там, где есть общение, то есть, групповые. И этот день, конечно же, намного позитивнее, чем Амавасия. Также стоит поговорить о таких критических точках, которые должна знать каждая женщина. Ну, это обычно самая любимая тема моих слушателей, это про затмение, потому что это такие критические точки, когда человек может очень кардинально поменять свою судьбу. И любая женщина, она может не только свою судьбу, судьбу всей своей семьи поменять. Затмение обычно происходит минимум 4 раза в год, как правило два затмения происходят в какое-то время года и ровно через полгода происходят еще два затмения. Если человек имеет в своей карте какие-то планеты, которые близко идут к градусу затмения, то есть совпадает, то у него есть огромный шанс драматически просто изменить свою судьбу, поскольку в эти дни с нашего подсознания все вот такие скрытые программы не выходят наружу, так же, как иногда инфекция, она может выйти наружу в виде фрункула, и тогда очень легко эту инфекцию обнаружить и ликвидировать. Точно так же и какая-то негативная карма выходит наружу, какие-то программы, которые мешают нам жить. И в это время, если правильно использовать эти дни затмения, то человек может очень очистить своё тонкое тело, так как он, допустим, может годами ходить на какие-то психологические тренинги, заниматься аутотренингом, какие-то ещё над собой делать эксперименты, но наша психика, она очень инертна и очень тяжело изменить какие-то программы, которые уже не одним, наверное, мы же имеем тысячи рождений, миллион раз уже рождаемся, и вот каждый раз, когда мы рождаемся, мы несем какую-то программу с прошлой жизни, и вот эту кристаллизованную программу очень тяжело удалить, то есть карма, чтобы ей окончательно уничтожиться, это надо столько жизни, столько, сколько мы ее накапливали, да, и есть вот иногда такие вот дни затмения, они вообще-то очень тяжелые, в них неблагоприятно делать ничего материального, но это уникальный шанс очистить свою психику от чего-то негативного из своей жизни, нужно просто помедитировать над тем, что вы хотите избавиться, что вам мешает, обычно если человек не знает, но когда к астрологу приходит, там все понятно, там видно конкретно, что выйдет наружу, понимаете, там в принципе помощь астролога заключается в том, чтобы как раз сказать, над чем тебе работать, но как я уже говорила, не каждый имеет возможность попасть к профессиональному астрологу, а если попадете к непрофессиональному, есть шанс, что вам могут не ту программу подсказать, такое тоже бывает, поэтому если вы, допустим, не знаете, что вам делать, то вы можете сами провести такую диагностику, то есть где-то дня два до затмения обычно начинаются следующие вещи, начинает кто-то наступать на больной мозоль, то есть начинает какие-то выходить наружу, какие-то проблемы, какие-то болезни, что-то может такое выходить, может ничего не выйти, ничего страшного, тогда просто проведите этот день спокойно, какой-то духовной практикой занимайтесь и всё, но если вы чувствуете, что что-то в эти несколько дней что-то начинает происходить особенное, вот именно такое какое-то роковое, просто отметьте себе, как правило, все люди, которые мы встречаем, это наше зеркало, да, вы знаете об этом, то есть фактически все на друг дружку посмотрели, симпатичное зеркало, да, и когда вы, вот во время затмения все, 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 все язвы, они будут вам показаны без, так сказать, без смягчения, без нейтрализации, без, без мейкапа, без приукрашивания, поэтому спокойно отнеситесь с радостью, если вас, допустим, кто-то оскорбил, обидел, на самом деле эти люди, они вам несут, это прекрасный инструмент для диагностики, и не бойтесь каких-то проблем в это время, потому что эти проблемы, они все равно внутри есть, они просто вышли наружу, и в день затмения очень хорошо делать очищение, то есть в этот день хорошо поголодать, то есть держать пост, если невозможно держать пост, мясо, но хотя бы минимально, допустим, может быть, какие-то фрукты, сок, но в этот день однозначно нельзя кушать ни мясо, ни рыбу, ни яйца, ни алкоголь, если вдруг вы это кушаете, потому что тонкое тело в это время и так оно, вся грязь выходит наружу, а мясо, рыба, яйца, они просто забивают поры тонкого тела, и если вы не даёте возможность тогда выйти, вы тогда эту грязь обратно толкаете, поэтому в этот день и даже я бы рекомендовала может быть даже два дня до и два дня после затмения тоже чисто вегетарианскую еду для тех, кто всё-таки не вегетарианец пока, естественно, алкоголь также исключается полностью, в этот день это идеальное время давать пожертвования, в этот день считается, что копейка, которую вы подали, она тысячекратно эффектом оборачивается, мантра, если вы сказали одну мантру в этот день, то она приравнивается к тысяче мантрам, поэтому в этот день очень благоприятно читать мантры, в этот день благоприятно начинать мантры читать, а я помню как-то на одном затмении я как начала читать мантру, до сих пор я не могу остановиться уже много лет, и в принципе это очень поменяло мою жизнь. Очень сильно, очень приочень. Фактически это мне дало то, что всё сейчас то, что я имею, это именно я помню, что как раз начиналось всё на затмении. Секреты эти мне рассказывал мой учитель по астрологии, а потом уже, когда я начала изучать ведические писания, я нашла абсолютно все эти подтверждения в ведических священных писаниях. И вот в частности я вам упоминала Бхагавадгиту, это такая ведическая, можно сказать, Библия, да, и там как раз вот говорится, что если кто-то жертвует в затмении, то это очень благоприятно, то есть это очищает от тысячи грехов. Поэтому никогда не пропускайте затмения, даже если у вас ничего нет, ну найдите, ну хоть копейку, ну пожертвовать. Но жертвовать надо, опять же, в ведических священных писаниях говорится, кому жертвовать, как жертвовать. Просто у нас сегодня не тема, это отдельная тема для лекции искусства пожертвования. Просто я вам как бы даю ссылку, что где вы можете это найти, а вы уже сами потом можете искать. Я думаю, что у вас в Новгороде эта литература доступна, нет проблем найти. В крайнем случае на интернете можно посмотреть. Итак, следующий день, когда нужно женщине быть очень чувствительной, это дни зимнего и летнего солнцестояния и весеннего и осеннего равноденствия. В эти дни также ничего не делается материального, не покупается, не продается, не женится и так далее. Эти дни также очень благоприятны для духовной практики. Особенно я хочу отметить день это вот в декабре. Это когда переход от одной половины года к другой, то есть это где-то 20, вот близко к Рождеству, да? 22 где-то, да, декабре. это очень особый день, он особо всегда отмечается в ведической астрологии, это переход как бы от когда солнце становится больше, да, а ночь становится меньше. Это считается очень благоприятный день. также, ну, тут может быть немножко сложно, потому что у вас нету эфемеридов, опять же, я очень надеюсь и верю, глядя вот на вас, как вы интересуетесь физическими знаниями, что у нас стулья некуда ставить, я просто очень счастлива, я думаю, что Бог услышит мои молитвы, и вскоре эфемериды, то есть это панчанга или лунный календарь, будет иметь каждая женщина, и она будет знать, так, сегодня луна в таком знаке, а сегодня солнце переходит в такой знак, то есть это элементарно, это не надо, ну, как бы большие знания по астрологии иметь, но просто, допустим, если женщина знает, сегодня солнце перешло там из знака рыб в знак овна, значит, сегодня никуда я не путешествую, сегодня ничего не покупаю, ну, просто на будущее, потому что я уверена, обычно мне везёт, хорошая, наверное, карма в этом отношении, но люди, которыми я читаю лекции, они обычно потом, я приезжаю через какое-то время, я вижу, они уже так пошли вперёд, такое развитие вообще семимильными шагами, и я просто уверена, что в будущем у вас у всех будет интерес к астрологии, и эти эфемериды, то есть положение планеты, и я думаю, что это сейчас будет всё доступней и доступней, и в следующий раз я просто вам сейчас теоретически говорю, потому что я знаю сейчас наверняка мало у кого эфемериды есть, но панчанга, это называется, лунный календарь называется панчанга, но в дальнейшем просто у вас же эта информация останется, и вы будете знать, что когда солнце переходит в другой знак, с одного знака в другой, то в этот день тоже только для духовных практик, ведической астрологии сдвиг на 23 градуса, поэтому солнце переходит в другой знак, не в 20-х числах месяца, как в западной, а где-то 14-15 день, ну опять же нужно смотреть в календаре, окей, следующие особые два дня в лунном месяце это икадаши, ну про это наверное вы слышали, да, и у вас есть календарь икадаши, или нет, есть, не у всех, но здесь есть доступность календарей, есть, по заказу можно заказать, видите, у вас вообще, как вам повезло, у вас тут лучше не скажу, будет, сделаем, пожалуйста, подходите, это вообще, в Новгороде какая-то хорошая карма, значит, два дня это икадаши, это специальные дни, когда вся греховная карма накапливается в зерновых и бобовых, поэтому в эти два дня желательно поститься и женщина может готовить так, чтобы не накапливалась греховная карма и в эти дни тоже хорошо духовные практики какие-то делать, там читать священные писания, мантры какие-то читать, но эта женщина должна делать не за счет того, что она не готовит кушать, там убирает, духовные практики они как бы должны быть не мешать семье, то есть она не должна ставить на голову всех домочадцев, пока она читает, да, и, значит, это такие особые, особые дни, значит, икадаши это 11 день от полнолуния и 11 день от новолуния, каждый день икадаши он несет какую-то определенную хорошую карму, то есть если вы, допустим, поститесь вот в такой-то, такой-то день, то у вас может родиться ребенок, хотя, допустим, у вас тяжелая карма для детей, в такой-то, такой-то день там грехи предков сжигаются, в такой-то, такой, и там 24 икадаши в течение года, и каждый икадаши какой-то несет, я, я когда читаю эти икадаши, я просто удовольствие получаю, сколько возможностей, за 24 дня можно поменять вообще всю свою судьбу, поджигать карму, так что если у вас будет хорошее настроение, много энтузиазма, вы можете вот эти вот 24 дня включить, что-что? Какие-то что-то спросили, нет? Хорошо, и следующий, момент, который должна знать каждая женщина, это планирование своей недели, в течение недели каждая женщина очень много дел делает, разных, женщина, она, как сказать по-русски, она многостаночница, да, то есть она должна и это, и это, она и в такой роли, и кухарка, и прачка, и муза, и гетера, и так, и сяк, и покупательница дорогих магазинов, а иногда покупательница распродаж, и учительница, и она должна все успеть за неделю, она просто артистка всех ролей, и очень важно знать женщине, какую роль выполнять, ей в каждый день, чтобы она все успела, и все у нее получалось, и чтобы везде, куда бы она ни пришла, ее ждала удача, и поэтому ведическая астроногия вот на помощь женщине дала такую удивительную подсказку, что ей делать в каждый день недели, для того, чтобы она была успешна. Я сейчас вам расскажу, начиная с воскресенья, поскольку воскресенье это день недели, от которого ведется отсчет ведической недели, не с понедельника, как у нас, а в ведические времена с воскресенья, то есть ведическая неделя с воскресенья начинается. Сейчас, одну секундочку, я хочу фотоаппарат достать, чтобы сфотографировать вас, мне нравится сейчас ваше выражение лица, это вот приятное такое ожидание сейчас. А вы пока предвкушайте. Спасибо. Спасибо. Ну что, ну что, вы хотите знать, да, как неделя начинается? Воскресенье правит планета Солнца. Солнце это главный начальник, главный царь, главный директор. Солнце это планета, которая отвечает за организацию. И именно не случайно, именно с этого дня начинается неделя. Потому что, если мы не организуемся вначале, если мы не распределим правильно свои силы, то наша неделя пройдёт неорганизованно, да, и это очень хороший день для того, чтобы побыть, побыть немножечко наедине с самим собой, чтобы проанализировать неделю, которая будет, и чтобы распланировать всю неделю, что мы делаем в этот день, что мы делаем в тот и так далее. Если мы это сделаем в воскресенье, в этот день наиболее энергия, подходящая для этого дела. Потому что наш ум, он очень собран, сконцентрирован и организован именно в этот день. Этот день очень хорошо иметь, вот я не знаю, у вас еженедельники же продаются, да? Вот то есть брать воскресенье. Почему смеётесь? Почему? Не поняла юмора. Вы смеётесь, почему я спросила, продаются? Ну я же не знаю, я же не знаю, продаются или нет. Что-что? У вас то же самое, что и у нас. Ну хорошо. Ну я на всякий случай уточняю. Значит, просто когда я уезжала, их же не было, были, сейчас уже есть. Ну хорошо. утром встаёте в воскресенье, вы делите утром какое-то время, чтобы взять вот этот вот еженедельник, уединиться, помедитировать на следующей неделе и расписать себе, что вы в какой день делаете. Так же воскресенье очень хороший день для изучения, для изучения своего внутреннего мира. Вот многие из вас, я знаю, они увлекаются, слушают лекции доктора Тарсунова, да, прекрасные такие, о, все заулыбались, прекрасные лекции, и у него очень хорошие лекции есть, после которых ко мне приходят на консультации, говорят, Марьяна, с каким качеством характера мне нужно поработать. То есть все думают, что у нас, ну как бы прямая космическая связь, и сейчас я, конечно же, мы в одной команде, и я сейчас скажу, конечно, я так и делаю. Но воскресенье, это очень хороший день, подумать над, каким качеством характера мне нужно поработать на следующей неделе. То есть воскресенье, это хорошее время изучения своего внутреннего мира. Также воскресенье, очень хороший день для духовных практик, пообщаться с какими-то, сходить в церковь, сходить в храм, пообщаться с отцом. Это очень хорошее время. Если вы всю неделю не вспоминали про папочку, то воскресенье, самое время его или навестить, или позвонить, или спросить, как дела, отнести пирожки. А воскресенье, солнце связано с, солнце связано с пшеницей, поэтому в этот день хорошо угощать кого-то, ну вот, отцовскую какую-то фигуру, может, если нету отца, то какой-то наставник можно чем-то из пшеницы угостить. Это будет очень благотворно влиять на ваше солнце. Вот так вот. Это изображение солнца. Это янтра называется, если кто не знает. Янтра. Это графическое… Не перерисовывайте пока. Это графическое изображение каждой планеты. Я вам буду показывать, чтобы вы могли представлять. Вот воскресенье вот такая энергия, тёплая, жизнерадостная, энергичная. И меня спрашивали, в какие цвета одеваться. Ну вот в такие цвета и одеваться. В воскресенье нельзя быть унылым. В воскресенье надо улыбаться. В воскресенье надо делать салют солнцу. В воскресенье надо быть солнечным. Очень благоприятно в воскресенье читать Священное Писание, тоже духовная практика, потому что солнце отвечает за душу. Очень благоприятно. Если вы хотите поговорить с каким-то высокопоставленным лицом, в воскресенье хорошее время. Окей. Международный женский день, понедельник. Луна. Правит планета Луна. Луна, в отличие от солнца, это достаточно экстравертная планета. И она очень любит общение, она любит заботу, питание, уход. И, соответственно, для женщины этот день — это шанс. Это шанс свою женскую природу у милости ведь. Значит, на этот день очень благоприятно делать покупки продуктов. этот день очень благоприятно собирать всю семью, подружек, такое общение задушевное, такое, знаете, поговори со мною, мама. Вот такого плана. Не светское общение, где коктейль и все в таких открытых платьях, а такое, семейное такое, простое. Этот день очень благоприятен для занятий травами, для каких-то лечебных, таких смягчающих процедур. массажи разные, да? Вот такое. Этот день прекрасен для всех видов домашнего хозяйства. То есть, когда говорят, я сегодня хочу домом заняться. Ну, каждая женщина по-разному это подразумевает. Одна убирает, другая там потолок замазывает, третья там шпаклюет. Ну, у каждого свой вид домашнего хозяйства. Одна там гусей кормит. Но факт тот, что понедельник очень хороший день именно домом заняться, уют создать, может быть, купить. Если это касается покупок, также очень благоприятно для покупок для дома, для семьи, да? Я заметила, что женщины делятся на две части. Одни, которые любят для дома, для семьи, а другие, которые любят для красоты. И они почему-то, это такая группировка, одна и другая, они почему-то не часто пересекаются. Если она любит для дома, для семьи. А есть ещё женщины, которые одни любят больше убирать, а другие любят больше готовить. И иногда это не совпадает, чтобы всё было вместе в одном лице. Но я просто так обращала внимание, не знаю, как у вас здесь с этим обстоит. Но, во всяком случае, те женщины, которые любят для дома, для семьи, вот эти всякие хозяйственные магазины, там, тысячи мелочей, это день, когда они могут отрываться. Луна, она способствует. Базары. А, по-моему, вот на Украине в понедельнике базары не работают. У вас... Не работают. Кто-то здесь есть из государственных учреждений? Вам нужно обязательно решить этот вопрос, потому что это же какое оскорбление для Луны. Базар, самое лучшее для базара, это понедельник. У меня, там, где я живу, специально базар приезжает в понедельник возле моего дома. А? Не работает? Работает? А, в воскресенье не работает? Воскресенье не хороший день для торговли. Воскресенье вообще не бизнес-день. Если какие-то сделки бизнеса, это не хороший день. Понедельник, ну, для базара это хороший день. Ну, может, организуйте свой базар, какой-то. В базар, в эти дни с такой радостью всё покупается, всё используется. Оно, понимаете, как бы, оно ложится прямо, как эти слова на музыку. Вот так вот. То есть, вы подумайте, надо что-то менять. Так вот, в понедельник очень благоприятно вводные процедуры какие-то. Допустим, вы всю неделю думаете, когда мне сходить на пляж. У вас же здесь есть где купаться? Да? В Волге? Нет? Купаются в реке у вас? Есть специальные места, да? А в баню? В баню? В парную? Вы знаете, какую? В сухую или эту? Там сложно сказать, потому что, с одной стороны, это как бы баня, это с водой связано, но пар, это больше Марс. Поэтому, если вам больше там мокро, то можно, а если больше, что вам горячо, то тогда это, смотря какая цель у вас, если помыться, то лучше, если помыться, то лучше в понедельник, а если погреться, то лучше во вторник. Просто, а если в прорубь, то лучше тогда в субботу. Ну, хорошо. Значит, это для такой непринужденного общения, для семейной атмосферы, ну, и так далее. Приготовить такой шикарный обед, собрать всю семью, это понедельник. Так, ну, женщина оторвалась в свой женский день, и следующий день международный мужской вторник. Марс справит. Энергичная планета, должна я вам сказать. Настолько энергичная, что даже в этот день разрешается решать какие-то неординарные, какие-то силовые даже действия. То есть, если всю неделю вы терпели, да, 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 это хороший анекдот. Если всю неделю вы терпели бесчинство, например, вашего соседа, и всю неделю практиковали по Тарсунову смирение, терпение и почтение, то во вторник вы можете все-таки сходить в полицейский участок и сказать, что нужно все-таки утихомирить товарища. То есть, вторник очень хороший день для того, чтобы можно применять какую-то силу, если эта сила связана с защитой Дхармой. То есть, просто так шуметь, греметь, ну, просто потому, что вторник пришел, то это не надо. Я тоже когда-то надеялась, что вторник просто это день, когда, ну, можно оторваться, как бы, ну, я своему учителю сообщила, он когда приезжал в Лос-Анджелес, мы должны были с ним встретиться, там, он занимался со мной астрологией, и там следующий день был вторник, и он, ну, он говорит, ну, вот давай во вторник. Я говорю, как вторник? У меня завтра же это день скандалов. Он начал смеяться, говорит, ну, это было много лет назад, конечно, я сейчас уже не практикую день скандалов, но он говорит, ты знаешь, говорит, я первый раз такое вообще слышу, говорит, я слышу, что там планируют семинары, планируют какие-то тренинги, там, учёбу, ну, чтобы планировать скандалы, я говорю, ну, а как же Марс? Я говорю, это же надо какое-то, это же энергия Марса, он говорит, нет, энергию Марса не надо доводить до гуны невежества, нужно, если что-то не так, нужно решать, когда она в гуне благость, поэтому нужно всё решать, то есть во вторник это не значит, что нужно закатывать скандалы, но, допустим, если какая-то проблема назрела, например, кто-то, допустим, бесчинствует, и вы очень стесняетесь, там, допустим, этого обидчика, как-то решить эти вопросы, или пожаловаться кому-то, то вторник, это нормальное время, в этот день подают в суды, если, допустим, вы, как это, как истец, как истец, да, не ответчик, а истец, то есть, если это справедливые какие-то вещи, но они требуют немножко силы, и такой напористости, то можно использовать энергию Марса, в этот день очень хорошо всё чинить, усовершенствовать все механические работы, технические, приглашайте вашего мужа чинить табуретки, двери скрипящие, менять, машины там чинить, ну, вот такие вот вещи, если вы, допустим, математик, и делаете какие-то расчёты, это очень хороший день для логики, для расчётов, для исследований, это очень хороший день для научных людей, очень хороший день для занятий спортом, очень хороший день, то есть, если вы в зал ходите, вы же сказали, что у вас всё как в Америке есть, есть у вас залы, где есть, значит, вот ходить в зал, там йогой заниматься, в горы ходить, этот день, если луна больше как бы такая с подружками, девичник, то Марс это больше мальчишник, но мальчишник имеется в виду не так, как в гараже там собирается, мальчишник, имеется в виду, ну, не надо дурны теми разными заниматься, а именно там, допустим, собрались, вот как тимуровская команда, да, то есть, с какой-то хорошей целью пошли, собрались, помогли какой-то старушке, построили ей забор и так далее, значит, а, цвета, да, вот цвета красные, благоприятные, если, допустим, вы не знаете своей карты, не знаете своих цветов, вы можете смело носить каждый день цвета той планеты, вы не ошибетесь, потому что это, вы все планеты, к ним с почтением отнесетесь и каждая из планет вас будет знать. Среда. Меркурий правит, очень такая веселая, жизнерадостная планета, юная, зеленая, и в среду очень хороший день для общения, для коммуникации, если кто-то, допустим, кому-то надо рекламу в этот день запустить, тоже хорошее время, все быстро делается, так легко, иногда, конечно, легкомысленно, в этот день очень хороший для учебы, ну, какой-то практической, астрология, юрведа, бухгалтерия, математика, ну, такие, там, где надо соображать быстро, это хороший для Меркурия. Этот день хороший, именно такие, теоретические, больше обсуждать проекты, чем начинать какие-то дела, но он считается позитивным, то есть какие-то позитивные дела, связанные с учебой, очень хороши, также Меркурий, он связан с психологией, то есть в этот день очень хороши какие-то, допустим, практики, которые, ну, для психологии, да, также Меркурий, он связан с мантрами, то есть хорошо начинать какие-то мантры практиковать, с травами связан, поэтому какие-то лечения можно практиковать. Когда-то, когда еще только у меня появился компьютер, интернет, я выбрала среду для того, чтобы отвечать на письма. Сейчас, к сожалению, у меня нет такой роскоши, мне приходится каждый день отвечать, потому что очень много писем, но если все-таки выбирать, есть выбор, то этот день очень благоприятный для письма, то есть для нормальной коммуникации, чтобы люди друг друга понимали, то есть это быстро. Хороший день общаться с студентами, они дают такую юношескую энергию. четверг, правит планета Юпитер. Этот день тоже хороший для знаний, но в отличие от среды меркурианских знаний, юпитерианские знания, они больше не такие какие-то конкретные, там, где считать нужно, они связаны знания с дхармой, то есть что такое хорошо, что такое плохо. Вот когда вы слушаете доктора Тарсунова, когда вы слушаете каких-то гуру, это юпитерианские знания, то есть это знания, которые говорят о том, что такое хорошо и что такое плохо. В этот день очень хорошо, если вы, допустим, в течение недели у вас не было времени, но в четверг обязательно послушайте. Это очень благоприятный день для общения с гуру, с учителем. Вообще этот день считается самый благоприятный, любые дела позитивной природы очень хорошо проходят. Даже если вам надо в суд подать, все легальные дела, как называются, юридические дела, то есть хорошо решаются. Это хороший день для общения с детьми с вашими, для учебы различные, вот для таких семинаров, для групповой работы духовной очень хорошие. И этот день очень, как сказать, как это слово, он связан с обществом, с общением, то есть в этот день социумом, да, по-английски social, он связан социумом, то есть в этот день хорошо приглашать в гости, ходить в гости, но имеется в виду, что это должен быть день, связанный все-таки с, ну, чтобы все-таки люди говорили о чем-то возвышенном, не только, ну, не сплетничали, потому что Юпитер это не очень любит, а сплетни, они увеличивают энергию раху, поэтому, в принципе, сплетничать ни в какой день неблагоприятно, но в Юпитер лучше просто собираться о каких-то хороших вещах говорить, и очень благоприятно в этот день дарить подарки, в этот день благоприятно дарить подарки, он широкий день, для каких-то больших крупных проектов, для каких-то таких больших дел, масштабных, предприятия какие-то начинать, конечно, все равно я рекомендую, ну, что-то очень важное, надо, конечно, все равно посоветоваться с профессионалом, но если уж совсем нет возможности, то Юпитер, я думаю, он поможет, он как Санта-Клаус, он всегда дает возможность. Второй международный женский день. Пятница считается также благоприятным днем, особенно для всех женских дел. Если женщина всю неделю ждала, когда же наконец она вырвется на распродажу бриллиантов, то пятница это лучшее время. Но если это не попало в новолуние, если это не попало в затмение, да, вы понимаете, да, если ей бриллианты не интересуют, и она ведет аскетический образ жизни, то в любом случае это день, когда она должна украсить себя, она должна быть самой красивой в пятницу. если она не красится, к примеру, что веды не рекомендуют, то есть женщина должна уделять внимание своей внешности, но если она совершенно не красится, в пятницу она должна хоть как-то прихорошиться. красится. Если она не красится, и прическу не меняет, в смысле не одевается красиво, но хотя бы она должна сделать, может накрутиться, чтобы хотя бы у нее было пару этих курлыков, да, но какое-то она должна почтение Венере оказать, она должна показать, что она шагает в ногу с красотой, понимаете, то есть это важно, это почтение Венере. Этот день очень благоприятен, также это очень такой день с социумом связан, но он романтичный достаточно, то есть если семья всю неделю тяжело работала, то этот день хороший назначать друг дружке свидание, то есть красиво ухаживать, такой романтичный день, то есть этот день нужно быть на волне, также этот день самый лучший день для занятий искусством, то есть если ваш шмальберт уже валяется бог знает сколько на чердаке, и вы не знаете когда же начать вашу картину Шишкин лес или как он там называется, вы можете в пятницу можете в пятницу вот как раз в пятницу когда я уеду вечером как раз будет хорошее время сейчас рисовать хвойные деревья луна будет в знаке Сатурна поэтому если кто-то увлекается изображением там леса хвойных деревьев то это как раз кто-то из вас рисует все абсолютно все абсолютно все петь танцевать рисовать театр оценивать искусство ходить на какие-то смотреть и самому делать в крайнем случае если вообще полный ноль и медведь на ухо наступил руки не сгибаются платье нового ну вообще ничего ну можно тогда дом украсить если допустим эта женщина которая любит вот это тысячу мелочей по хозяйской части но она может тогда дом украсить купить цветы и украсить дом ну хоть что-нибудь ну надо в Венере очень хорошо относиться потому что цвет ну вот можно розовый цвет можно белый цвет венерианский вот вот кстати можно светлые такие цвета голубой с розовым у Луны да больше у нее такой кремовая вот такой жемчужина белая Венера Венерочка Афродита так да свадьбы вечеринки вот в этот день хорошо отдохнуть понимаете Венера она отвечает за отдых культурный отдых отдых в гуне благости потому что если вы допустим занимаетесь духовными практиками с утра до вечера с вечера до утра аскезы совершаете поститесь и всю неделю в черном теле то в пятницу все-таки особенно женщине какой-то отдых нужен ей нужно какое-то расслабление поэтому она может повеселиться она может красиво одеться то есть это нормально но это имеется в виду в гуне благости то есть она красиво одевается но она со своим мужем естественно идет это это имеется ввиду потому что если вы думаете что это как по-русски если это ну как бы что это извинение что вы если Венера так можно идти налево то это нет это имеется ввиду нет нет это легальные это легальный отдых считается что есть четыре цели жизни кама удовольствие артха богатство тхарма это долг обязанность и мокша освобождение то есть считается согласно ведом что у человека одна из целей это нормально что он может какие-то получать удовольствие но речь идет о том что удовольствия должны быть легальными и они должны подтверждены быть шастрами ведическими вот священными писаниями то есть потому что очень часто люди сами себе определяют что для них удовольствие понимаете ну я вам оставлю домашнее задание поизучать шастры что легальное что нелегальное но в всяком случае здесь речь идет о легальных отношениях то есть если это свидание то это либо с мужем либо с женихом но имеется ввиду ну не не с любовником нет вы обрадовались да ладно мы о любовниках поговорим послезавтра это самая такая душераздирающая тема обычно на этом семинаре происходит взрыв общественного мнения ну давайте сегодня закончим субботой итак после того как у вас вы отдохнули повеселились поели может быть даже немножко лишнего лишнее сладкое пирожное проглотили после того как вы может быть немножко позднее спать легли наступает следующий день сатурн правит следующим днем этот день называется суббота этот день когда это во-первых конец недели подведение итогов подведение итогов и насколько вы немножечко отдохнули в предыдущий день настолько значит в следующий день вы приходите в себя вы приводите все в порядок вы приводите в порядок свой дом вы приводите в порядок свои мысли приводите в порядок всю свою жизнь которую вы прожили за неделю это день когда очень хорошо проанализировать все что произошло этот день абсолютно неблагоприятен не для развлечения а у нас часто все там торжества да свадьбы пожалуйста в субботу сколько хотите но на самом деле это неблагоприятно Во многих священных писаниях рекомендуется суббота немножко уединяться, немножко такой интровертный день, вернее, немножко, а множко. И в этот день, это такой очищающий день, это день, когда лучше поменьше говорить, побольше молчать. И для чего этот день может быть хорош? Это для сервиса какого-то, для служения, то есть если вы помогаете кому-то бескорыстно. И единственные покупки, которые в этот день благоприятны, это недвижимость. Это единственное исключение. В этот день хорошо заниматься йогой, такой спокойной. Этот день очень хорош для расслабления, но такого медитативного, не так, как у Венеры весёлого в обществе, а такого медитативного, и это идеальный день проводить его на природе. Потому что Сатурн связан с природой. Поэтому в этот день очень хорошо бывать на природе. В этот день очень благоприятно общаться с пожилыми людьми. Энергия пожилых людей, она очень умиротворяющая. И обычно вы чувствуете, что страсть, которая есть, она прямо спотыкается обо что-то, когда вы общаетесь с пожилым человеком. То есть с ними невозможно куда-то спешить. Надо отбросить все свои дела, спокойно сесть и слушать. И тогда происходит вообще какая-то мистерия, если человек правильно этот день проводит. Это финальная точка в неделе. И очень важно её провести достойно, возвышенно. Если у вас здесь есть горы? Нету? Ну, тогда можно по ступенькам на девятый этаж. Сатурн... Что-что? Сатурн... Есть, просто Сатурн связан с горами. Очень благоприятно попыть в горах. Энергия Сатурна очень такая горная. Подышать горным воздухом. Вообще в этот день какие-то аскезы можно выполнять, ограничения, попаститься, допустим, обет молчания провести. Ну, для женщины это, конечно, наверное, нереально. Но хотя бы можно, допустим, дать аскезу, что говорить не будешь, буду писать только. Ну, да, подсказывают, в воскресенье всё скажу. Значит, в субботу можно, допустим, очень благоприятно с землёй пообщаться, посечком походить по земле. В общем, умиротвориться, умиротвориться, медитировать. Цвет вот синий, синий, тёмно-голубой. Можно чёрный. Также, если у кого-то очень тяжёлая жизнь, очень трагическая, и вы чувствуете, что Сатурн давит, то можно по субботам кормить ворон. Говорят, что это помогает. Что-что? Нет. Каждый, в принципе, я вам сейчас дам адрес сайта, где вы можете мой семинар скачать «Лечебные меры для планет». Он очень подробно рассказывает, в какой день какие можно делать для планет умилостивления. Допустим, для Сатурна хорошо ворон кормить по субботам. Допустим, для Раху, допустим, можно рыб кормить, ну и так далее. То есть, каждая планета, если хотите, я напишу, а вы можете скачать, да? Просто это... Сейчас. Спасибо. Это кто еще не знает сайт доктора Тарсунова? Там на сайте можно найти... Кто не знает сайт Тарсунова? Половина не знает. А кто-то есть, кого не было вчера, позавчера? Ага, новые люди. Окей. Значит, сайт Тарсунова, torsunov.ru, там есть ведорадио. Там очень много разных лекторов, ну и в том числе и я. И в архиве, просто это потому что это было, по-моему, года два назад, я читала по радио лекции лечебные меры для планет. Вы найдете там, Марьяна Полонская, там будет девять разных лекций. И просто можно скачать там много информации. То есть я вижу, что астрологии очень большой интерес, но я, к сожалению, то есть там девять отдельных лекций, то есть это еще на девять дней семинар, у нас нет времени. Также для тех людей, которые новенькие, вот это мой сайт, где можно подписаться на бесплатную рассылку, и я присылаю вся интересную информацию о ведических знаниях и так далее. И также у меня открылся новый сайт для женщин, он еще совсем молоденький, поэтому там некоторые места не все заполнены, но он набирает популярность, называется он А, окей. Яшавини, яшавини, вернее, правильно, точка ком. Яшавини в переводе успешная леди. У меня сайт для успешных леди. А ведиквы и видно? Да? Яшавини, да? Да, точка ком. То есть там это сайт сугубо для женщин, а ведиквы это мой сайт, это личный сайт, там информация ведическая, там архив рассылок, вы можете найти все рассылки за предыдущие годы, и там можно подписаться, и вы будете тоже получать ведическую газету. Ну и вообще там информация. То есть то, что я вам не успела сейчас дорассказать, вы можете бесплатно все на сайтах скачать, скачать, посмотреть, проверить. Также на сайте Тарсунова, там кроме вот этого семинара, у меня там в архивах есть, я читаю Ромаину, это для солнца, если кого-то проблема с солнцем, проблема с отцом, проблема, допустим, человек не может свою карьеру найти из себя, то это может быть проблема с солнцем. И я по многочисленным просьбам там читала Ромаину, и это вы когда слушаете по воскресеньям эту сказку, то это очень укрепляет ваше солнце. Я помню, как мне в свое время Ромаина очень помогла. Ну, я не думала, что так получится, но просто очень все совпало. То есть она очень дает феноменальный эффект. Подобно тому, как вы делаете Сурьяна Маскарли Солют Солнце, слушание Ромаины очень эффективно. И сейчас я там тоже читаю одну сказку, но правда с перерывами, потому что я езжу. Она очень благоприятна, особенно для Луны. Для всех планет, но особенно для Луны. Ну, хорошо, теперь давайте какие у нас вопросы. У нас еще есть время. Вторник и суббота. Для Луны сказка там называется Божественная Песня. Там можно скачать. Новый день начинается с восхода Солнца. Не так, как у нас. Ну, по-разному бывает летом в одно время, зимой в другое. Но, допустим, если кто-то родился, допустим, в 4 утра зимой, то это еще предыдущий день. Например, с нуля часов это уже формально считается там, допустим, пятница, а по ведическому, если это, допустим, в 3 утра ночи еще рассвет не был, то это будет считаться, что вы родились в четверг. И день начинается именно с восхода Солнца. От восхода до следующего восхода. То есть, я просто вспоминаю, когда я делала там определенные лечебные меры, и мне нужно было каждый день, я был под период Раху, и мне надо было делать одну, умилостивлять эту планету. И там надо было в течение 40 дней там делать определенные пожертвования. очень было сложно, там это было связано с этими бездомными, а у них не такие непредсказуемые люди, а то они ночуют в другом месте, за ними бегаешь по всему Лос-Анджелесу, то они это не кушают. Аскеза была, я думала, что бездомные несчастливы будут, когда им будут приносить, но оказалось, что не так-то просто, это действительно не случайно дается проработать, то есть надо со смирением, надо, чтобы он еще принял и выдержать, так сказать, все тяготы вот этой аскезы, искать их. И бывало, что я приезжаю обычно не в 9 вечера, у нас там библиотека есть, они обычно там ночуют, но бывает приезжаешь в 9 вечера, они, никого нету, библиотека уже закрыта, бездомных нету. Искать их по Лос-Анджелесу, опять же, ты не знаешь, где, ну, библиотека, это их обычная, почему-то они любят библиотеку. И я знаю, что они рано или поздно сюда придут, но когда, ну, я же, мне же тоже, у меня же утром работа, клиента, не могу поздно ложиться. И я там еще через полчасика подъехала, нету. Ну, я иду спать, но рано утром, в 4 утра, когда еще тот день не начался, я еду в библиотеку и вижу, спят, лежат, все, я спасена, и я делаю пожертвования, и все, и у меня, ну, как бы, не сорвалось это. И благодаря тому, что именно не с нуля часов, а до рассвета, то есть оно пошло навстречу мне. Так что, это вы можете тоже это использовать. Длительное или в короткое? Длительное? Как, как? Ну, самые благоприятные дни понедельник, среда, пятница и четверг. Есть определенные дни, когда мы в какую-то сторону не путешествуем. Например, в субботу мы никогда не путешествуем на восток. А, допустим, в воскресенье мы не путешествуем на запад. Ну, там целое, ну, я просто вам пример говорю, что есть какие-то ограничения, но, в принципе, самые благоприятные дни понедельник, среда, пятница и четверг. Как, как? Я не поняла, в смысле поподробнее. А, в какой день, в какую сторону? В понедельник, в понедельник нехорошо на восток ездить. А в четверг, по-моему, нехорошо на юг. Мне надо проверить. А в четверг, по-моему, нехорошо на юг, а во вторник вообще нехорошо путешествовать. Давайте, знаете, что я перепроверю дома, я сейчас не помню. Но я помню, поскольку я все время езжу в одну и ту же сторону, или на восток, или на запад, то я как бы... Да. А когда можно создавать долги? Ну, в субботу можно. В субботу. Что? Для чего? Для отдачи долгов. Вы знаете, в ведических писаниях говорится, долги, болезни и пожары нужно тушить сразу. Поэтому не ждите растущие или какая, отдавайте, чем быстрее, тем лучше. Скажем, да есть в их периоде, есть несколько подпериодов. Да. Можно, какой подпериод брать? Первый? В расчет? Или остальные? Там есть пять штук, сразу подпериод. Это вы про что говорите? Ну, например, идет основной астрологией, да? Вы про астрологическую карту? Там смотрится по-разному. Там смотрится, там учитывается все. Нет, я знаю, она говорит про Дашу и Махадашу. Это надо смотреть карту. В каждом случае индивидуально. И то учитывается, и то. Иначе бы, тогда бы не, не было бы подпериодов или не было бы периодов. Они же даются для чего-то. Там самый последний, но буквально один день. Самый последний. Ну, а он меньше всего учитывается, но он учитывается. Что-что? Ну, вторник. Вторник? Когда вам надо применять санкции? Вторник? О, брать кредиты в четверг. О, я хочу предупредить, что если определенно с кредитами, надо быть осторожна. Лучше посоветоваться с профессиональным астрологом, потому что есть дни, когда очень неблагоприятно. Если даже вы в четверг возьмете, если вы попадете там в определенный день, если это большие суммы, то я бы рекомендовала все-таки советоваться. Но так в целом, как бы, четверг, да. А переговоры насчет чего? А, ну, ничего страшного. Никогда, насчет недвижимости, никогда, во-первых, спокойных переговоров не бывает. Нет, просто, во-первых, лучше всего это делать тогда после обеда. Утром. Ну, тогда просто, тогда просто почитайте мантру для Марса и попросите, чтобы он вам не вредил, и все. А еще скажите, пожалуйста, как дружить с Сатурном? Как дружить с Сатурном? Можете читать мантру Сатурна. А если будут, как бы, я не читаю мантру, если я православный человек, то я читаю, как молитвы. Ага, хорошо. Вы знаете, что я вам рекомендую, вот этот семинар у доктора Тарсунова, там как раз, почему я вам рекомендую, что там целый час я рассказываю разные варианты, как можно с каждой планетой подружиться, и с Сатурном, и с Марсом. И там есть варианты, которые вы можете и для христиан найти, и для мусульман. То есть там есть такие универсальные, которые абсолютно не противоречат религии. Например, по христианской религии можно вам кормить ворон? Ну вот, значит, а это Сатурн очень уважает, если вы кормите ворон. Да? Мантру Марса. Хорошо. Я еще хочу сказать, что Сатурн, вот любое положительное отношение или какой-то благочестивый поступок по отношению к пожилым людям, я заметила, что это Сатурн очень ценит. Если вы какому-то старику помогли, какого-то старика накормили, или старушку, помогли ему там донести что-то, ну что-то сделали хорошее для старых людей. Вот я заметила, что это очень позитивно влияет. Так, Марс. Есть вообще, это мантра для Марса, есть вообще защитная мантра, есть уже когда, даже моя мама выучила, и одну мантру, она в одно слово состоит, и она, если что, она летит куда-то там на самолете, она всегда меня переспрашивает, вот это, это читать, я говорю, да, и всё. Какая защитная мантра? Какая защитная мантра? Самая короткая, я же говорю, я дала для своей мамы. Рама. Рама, 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 Рама. Она защищает вообще поле, ауру, то есть какая-то опасная ситуация, она вплоть до Ом Рам, это, ну, как бы, биджа мантра, она очень защищает ауру, вплоть до того, что от чёрной магии, или от каких-то там сглазов, которые все так боятся. А Рама — это короткая версия, это имя Бога, который пришёл в Солнечной династии, и Ра уравновешивает правую половину, солнечную, мужскую, а Ма — женскую, то есть со стороны сердца. И когда вы произносите Рама, у вас гармония происходит мужского-женского начала, и всё ваше тонкое тело, оно, как вы знаете, приводится в равновесие. Тогда вас очень тяжело, если вы не занимаетесь какими-то неправедными вещами, то эта мантра, она суперзащитна, супер. Можете, у меня мама когда в самолёт идёт, она врет Рама, Рама, Рама. Я врету, да, всё. Так что, ну, можно читать вот для Марса, можно, ну, просто на всякий случай, если у кого-то нет времени, и надо очень что-то быстро, а то можно вот эту мантру. Я пользуюсь Реджётиш. Реджётиш. А хороших много программ, я просто, ну, Гаравани хорошая программа, Порошара Лайт. Какие ещё вопросы? Хороший вопрос. Не совпадает. Три дня разница. А западная, сейчас скажу, подождите, западная спешит, западная впереди на три дня. Вчера работала, что фиброму, чем можно вылечить? Кого? Фиброму. Вот куркуму хорошо применять, она рассасывает. Как лучше? За полчаса до еды. Нет, можно, можно заваривать, а можно просто в зависимости, как, 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 качество фиброма. Доброкачественная? Ну, можно, можно, да, можно заваривать. Можно где-то пол чайной ложки на стакан воды. С алоей очень хорошо. Алое очень, для гинекологии, алое вообще, это такая восстанавливающая вещь. Она в переводе, переводится, как девственница, то есть она женскую систему, вообще, как у девочки становится. Алое Вера. Как? Алое Вера? Сейчас, подождите, отвечу на вопрос. Еще раз. Колени, колени это сложно, это значит, с костями. Вот, кстати, я видела, тут трифологугул продается, или уже нет? Уже забрали. Ну вот, заказывайте, это хорошая вещь, она кости чистит, понимаете, это если колени болят, это может или артрит быть, то есть это сложно, это вам, вам надо, чтобы аюрведический врач вам назначил лечение. Да, вы спрашивали. Как пользоваться алое Вера? А опять же, я должна спросить, продается ли у вас сок? Вы мне должны сказать, что да. Видите, значит, что-то у вас нет. Если это алкоголь, с алкоголем или без? Чистый сок, выжатый вот просто сок. Вот просто выжатый сок и пить его. Ну а что ж? Конечно, пить. А вы что делаете им? Не, а с чем здесь применяют сок? Как? А, значит, мы про разные вещи говорим. Ну у нас продается просто в любом супермаркете алое сок. У вас не продается? В аптеках? Значит, тогда надо самому алое, да, или организуйте здесь продажу сок алое, в конце концов. Как выжать? А, сколько пить? Ну, полстаканчика можно. А что такое? Я не знаю, какое у вас алое, почему такой ажиотаж? Наверное, у нас просто разные алое. У нас алое, оно как трава просто, а у вас оно горькое? Как? То есть оно такое, как... А, слизистая, ну хорошо. Так это гель. То, что вы говорите, это гель. Очень хорошо. Просто у нас оно не такое горькое. Но если горькое, хорошо, оно очень бактерицидное. Его можно весной попить. Если чувствуете, что горькое, то разбавляйте. Так, я вижу, что вам уже надоело обсуждать. И вы хотите заканчивать? Есть какие-то еще вопросы? Больше вопросов нету, да? Он называется Пан Чанга. Пан Чанга. Поищите на интернете. Я уверена, что где-то на сайте каких-то наших ведических братьев-астрологов есть бесплатная Пан Чанга. Я не знаю. Я не знаю. просто сейчас уже время. Может быть, вы перепишете просто у кого-то? Просто сейчас уже время у нас... Да? Что вы хотели? Расскажите, пожалуйста, ребенку диндиктериоза. Это можно диндиктериоза? Что-что-что? Ребенку диндиктериоза. Можно убрать травму или хотя бы смещать? Надо сначала определить, почему он произошел. Что антибиотики вы ему давали? Просто? Ну, может быть, можно это ац... как по-русски? Ацедофилес? Ацедофилы? Ацедофилы? Я, например, молния лаком в том, я, например, цитрусовый в детстве, в конфетке, в долг, в чай, я положил в лаком. У него высказки с раскрасной на щеках. Значит, у него с кишечника. Ну, конечно, с кишечника. Могу, что-то... Там не травы, там надо сначала микрофлору наладить, там надо что-то давать... Мне кажется, вот это... Да, да, да. Да, да. Хорошо. Так что мы делаем? У нас еще сколько времени? А, да? А, то есть я могу ответить на этот вопрос. Хорошо. Да. Еще раз. в субках, в числе, в управлении планет так же, как и все, что происходит? Да, да, там... там... я сейчас не помню точно. Там идет отсчет от восхода Солнца. Для каждого это индивидуально? Нет. От восхода Солнца просто правит какое-то время каждая планета. Я могу завтра просто принести и... Ира, напомните мне, пожалуйста, чтобы я... Я завтра принесу, напишу, какая идет за какой планетой и в котором часу она начинается, но вам все равно придется считать, вычислять, когда у вас восход Солнца и от этого отступать. То есть все равно вам считать придется. Да. Ну, хорошо, договорились. Все, я тогда завтра принесу. Спасибо вам большое. Ага, пожалуйста. Да. Что? Про Араху и Пракету ничего не сказала. Они, поскольку это теневые планеты, у них нет закрепленного за ними дня, но их можно, если вы не знаете свои карты, то их можно прорабатывать в субботу. То есть в субботу. А так они не правят никаким днем. Сатурн с Кету прорабатывать вместе. А это очень сильный аскетизм. Монахам пожертвования хорошо делать. В монастыре что-то жертвовать. Одеяло, например, в монастыре можете пожертвовать. Ну, давайте я отвечу на вопрос от женщины, которая просила рассказать про ритуал родственников. У нас есть, оказывается, немного времени. Может быть, если кто-то торопится, чтобы просто не было шумно, тогда мы просто подождем и тогда продолжим. ритуал поминовения предков. И так, он связан со следующими действиями. Человек должен взять фотографию своего умершего родственника. вообще, я рекомендую это первый раз делать в ведическом храме. Я не знаю, опять же, делают у вас или нет, но делают шратху. Надо выяснять. Ну, вы можете посоветоваться, посовещаться. А делается это, в принципе, так. Фотография умершего родственника ставится и читается перед фотографией ставится тарелка из приготовленного риса вместе с черным сезамом. Такие шарики делаются, варится рис и добавляется туда черный сезам и ставятся шарики. И читаются специальные мантры. И мысленно предлагается это как просад сначала Богу а после этого предлагается мысленно умершему родственнику. И через какое-то время эта еда отдаётся воронам. Есть специальная глава, опять же, в Священном Писании, третья глава, если кто хочет отдельно проводить, третья глава в Бхагавадгите. Вот она читается перед фотографией. И тогда считается, что у родственников, которые вы это сделали, если у него даже были какие-то грехи, и допустим, он никак не может воплотиться в новое тело, его какие-то грехи отяготили, его жизнь, что он где-то там болтается в этих пространствах и не туда, и не сюда, то вот таким ритуалом вы освобождаете его от последствий негативных. И он либо получает новое тело, и все ваши родственники очищаются. есть такая книга Горуда Пурана ведическая книга смерти, неаполитанская книга смерти, вот можно найти эту книгу и там подробно это прочитать. если может ли быть это родственник или друг, в принципе для родственника это наш долг это сделать, особенно сын обязан это сделать, считай, почему в ведических семьях обязательно хотели, чтобы был сын, потому что сын, когда это он должен обязан это сделать, но можно это делать и для друзей, это можно делать для близких, и вот это наше чувство боли, оно уйдет, потому что мы долг выполним, мы поможем человеку освободиться, то есть это очень хорошо делать в новолунии, это очень хорошо делать новолуния, особенно новолуния в сентябре считается идеальным, но можно в любое новолуния, а 9-й 40-й день это после того, как он умер, если это допустим было вот недавно, то там есть специальные дни, 9-й по-моему 11-й или 13-й я уже не помню, 13-й да, и какие-то специальные дни, но обычно священник ведически он говорит, но если допустим родственник давно умер, а вы чувствуете, что долг остался, то вы можете сделать вот в любое новолуния. фотографии, да, фотографии, но там где только один родственник, ну в смысле чтобы он был, если вы на нем изображены, то это не надо делать, он должен быть один, и вот эту еду ее ни в коем случае нельзя кушать потом, то есть только воронам отдают, искать, ну под дерево отдали собачки в крайнем случае, ну лучше всего, говорят, что лучше всего вороне, ворона тоже получит потом благо, но в следующей жизни станет хорошим человеком, ну идеально вороном, что-что, ничего страшного, можно, а где вороны еще могут быть, это же вот тоже хороший вопрос, самоубийство также ведических это очень большая трагедия, если в семье произошло это несчастье, человек покончил с собой, фактически он на несколько поколений принес большую беду к своим близким, потому что это ну как бы негативная карма будет на семь поколений вперед, и для того, чтобы очистить свой род, это как раз вот Шрадха очень принесет большую помощь, то есть она как-то смягчит, потому что этот человек, он же самоубийца, он умирая, он лишается только грубого тела, его тонкое тело, оно никак не может воплотиться, до того момента, когда, допустим, если этому человеку суждено было 80 лет пройти, а он наложил на себя руки, когда ему было 35, то в течение 45 лет, по идее, он будет как привидение, просто летать и терроризировать своих близких, потому что он будет голоден, ему будет хотеться пить, ему, он не захочет с этого места уходить, в тонком теле он будет постоянно беспокоить всех и себя, и сам страдать, и других, и когда вы делаете шратху, вы хотя бы поможете ему хоть как-то, то есть облегчите его страдания и в то же время свою семью очистите. Вообще-то, когда они, конечно, когда самоубийство происходит, очень благоприятно, когда в семье какой-то из членов семьи становится монахом, тогда это снимает эту тяжелую карму. Ну, дело в том, ну, это его решение, но дело в том, что невидимыми нитями мы все связаны в семье, мы об этом завтра будем говорить, то есть как сообщающиеся сосуды, то есть когда грешит один, это переходит к другому, и наоборот, если один что-то хорошее делает, семейная карма. Ну, это, я думаю, это всем родственникам переходит, конечно, но особенно для детей это не очень позитивно, поэтому хорошо очень сделать шрадху. Очень хорошо. Это род того, в каком он принадлежал, то есть если это муж покончил с собой, значит это муж. Если это жена, если это была, ну, что вы имеете в виду? Обоих? Конечно. Ну, если это просто шрадха, ну, может быть одного-двух раз достаточно, но если, допустим, вот такая ситуация, может быть несколько раз повторить, я не знаю. Лучше проконсультироваться, я же не священник, я просто знаю, что это очень хорошо. А она уходит это как? Чем больше у меня детство не будет, у меня у мамы будет, да, у меня, у моих детей, поменьше будет? Поменьше, конечно. Вы можете каждый год в сентябре, вот когда это новолуние, всегда делать поминовение предков, как раз вот обязательно хотя бы раз в год делайте. ну не знаю как, ну может просто плохая карма быть, ну сделайте шрадху, сделайте шрадху, надо очистить это, сделайте шрадху. Какие еще вопросы? Все, а? какие мантры? Там вот третья, можно есть специальные там мантры, но вот в Бхагавадгите можно третью главу. мантры, 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 в алкоголикой говорите, потом же а гайзи. Проста нам предлагают, какая это проста. Продолжение следует...